Встаешь в ливировку, в куртой бейдевент. То есть ветер у тебя дует вот так в угол. И лодка встает на курс, закриняется. И ты получаешь огромное удовольствие от этого. Ты представляешь, ты на Титанике, на носу. Ради подобных эмоций яхтсмены со всей России и близлежащих стран встречаются в Ярославле в день города. Здесь, в акватории Даманского острова, проходит регата «Кто есть кто». Начиналась регата с того, что крейсеристы, люди, которые гонятся на больших яхтах, решили выяснить из них, кто из них есть кто. Кто из них будет идти на руле. А сделать это простым способом, сесть на швербот класса «Луч» и пройти дистанцию. И победитель этой гонки говорит о том, что он лучший рулевой. Соревнования проходят на яхтах типа «Луч». Это самые простые гоночные одноместные шверботы. Для максимальной объективности регату проводят с пересадками, когда судно участников на разных этапах определяется путем жеребьевки. Очень многое зависит также от инвентаря, от матчасти. И для того, чтобы участники были в равных условиях, они меняются яхтами для того, чтобы погоняться на яхтах похуже и получше. Даже при сборке яхты в рабочее состояние гонщики не знают, для кого ее готовят. Поэтому занимаются оснасткой скурпулезно и качественно. «Нужно сделать все очень хорошо, так, чтобы для себя было. Потому что сейчас будет жеребьевка, и эта лодка может мне достаться по стечению, по жеребию. Поэтому я должен ее сделать так, чтобы все работало, все было удобно, хорошо». Со всей России и даже Белоруссии на регату съехалось 36 поклонников парусного спорта. А вот яхт – 14. Соответственно, по итогам жеребьевки проведут три квалификационных заезда. «Участники разделятся для гонок на завтрашний день на три флота – золотой, серебряный и бронзовый, где и будут выясняться призеры. Призом является кубок Ярослава Мудрого. Ваш замечательный ежегодный такой приз». Регата – пусть достаточно добрый, но все же спорт. С четко прописанными правилами, штрафными очками и детальным маршрутом. И следить за четкостью в выполнении условий, конечно, удобнее с воды. «Это штабной катер «Яшка». С него судейская бригада будет оценивать правильность проведения соревнований. И он же будет являться линией старта для квалификационных заездов. Выйдя в акваторию «Стрелки», он встанет на якорь. Поблизости от него установят вот эти огораживающие буйки. Именно от этих буйков и до катера выстроятся спортсмены для участия в регате. Парусный спорт называют шахматами на воде. Интрига в том, что для яхты прямой путь не всегда самый близкий. Необходимо не просто поддерживать скорость, а учесть ветер и течение, угол и наклон. И побеждает здесь тот, кто умеет предвидеть и ориентироваться в ситуации. Артем Петражицкий, Олег Лушников. День событий. Артем Петражицкий, Олег Лушников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова